Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой Real Communication. Здравствуйте, коллеги. Снова с вами в эфире реальные коммуникации. Это я, Анна Несмеева, а в гостях у меня сегодня Игорь Трофимов, креативный директор агентства MyClub. Ну что же, коллеги, у нас пошла уже третья неделя работы на удаленке. Игорь, как вам работается? Здравствуйте, Анна. Работается непривычно. В общем-то, все идет хорошо, но быть далеко от команды и от офиса очень непривычно. Ну, тогда делитесь советами. Что вы делаете, чтобы сохранить продуктивность ситуации самоизоляции? Я могу сказать, что, в общем, у нас нету каких-то больших провалов из-за того, что мы далеко друг от друга. Самая сложная, наверное, работа у креативной команды, которой нужно регулярно собираться вместе, штормить и придумывать идеи, вот находясь рядом, живую. Но для этого мы сейчас стали собираться в хэнгаутсе, немного в зуме, собираться и смотреть друг на друга, говорить, иногда просто обсуждать, что происходит в проектах. Но и параллельно обсуждать задачи. Мы подключились к Мира. Это, вы, наверное, знаете, система, где можно составлять майндмэпы, описывать задачи. В общем, стараемся всеми способами вернуть вот ту вот живую атмосферу. Знаете, есть шутка о том, что когда в тесте спрашивают, кто был тем, кто начал цифровую трансформацию вашей компании, это был СИТО, СИО или КОВИД, нужно отвечать КОВИД, потому что сейчас у всех началась цифровая трансформация именно из-за коронавируса. Ну что же, это совсем неплохо. Как говорится, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ну, а как вы поддерживаете свою команду? Тут важно, знаете, сказать, что у нас небольшая команда, у нас 45 человек. И мы очень много времени проводили вместе, пока мы могли находиться в офисе. Вплоть до того, что мы оставались до глубокой ночи в офисе, у нас есть свой бар, и мы там могли сидеть и обсуждать какие-то нерабочие совсем дела и просто быть вместе. Сейчас этого нету, и поэтому ребята у нас придумывают много-много замен вот таким посиделкам. Например, по утрам наши ребята стали готовить завтраки вместе, закупать ингредиенты и включать камеры и готовить вместе. Вот буквально сегодня ребята готовили шакшуку. Что, 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 что они готовили? Ой, у нас есть мальчик, он азербайджанец, и он очень любит свою локальную кухню, и вот шакшука – это их какая-то локальная еда. Я не расскажу вам, что это в подробностях, потому что я не кулинар и не разбираюсь в этих деталях, но я точно знаю, что вот это вот странное слово сегодня делали ребята с утра. Ну что же, тогда все наши слушатели пойдут срочно искать в Гугле и в Яндексе рецепт шакшуки. Хорошо, Игорь, ну, наверное, какие-то советы, может быть, сюрпризы, что-то вы подготовили для своих клиентов, может быть, что-то для тех, кто сейчас так же, как и вы, на удаленке? Слушайте, да, мы видим, что все вокруг начинают какие-то акции запускать. Книжные магазины раздают книги, кинотеатры начинают бесплатно давать фильмы, чтобы люди не грустили на карантине. Мы, естественно, не можем ничего такого дать, но когда мы сели недавно и подумали нашей командой, что же могли бы, что могло бы быть полезно нашим клиентам, мы вдруг поняли, что все команды скучают без атмосферы, которую они лишились, когда разъехались по домам. И мы придумали такое решение, как корпоративное радио. Мы решили делать подкасты для сотрудников внутри команды, чтобы они слышали коллег и чувствовали, что те рядом. Причем мы решили такие подкасты посвящать не работе, а именно каким-то, если это команда междугородняя, то каким-то локальным особенностям, особенностям профессий. И вот прямо придумали мы это в прошлый четверг, а к пятнице мы уже сделали четыре таких подкастов, чтобы предложить их нашим клиентам. Вот мы их разослали, клиенты очень нам благодарны, и мы со всеми клиентами, которые мы их разослали, будем бесплатно запускать такую штуку, чтобы поддержать их, чтобы помочь им в непростой период, когда люди разорваны далеко друг от друга. Супер! Ну что же, к полку подкастов прибыло, и это не может не радовать. Я думаю, что цифровая трансформация продвинет и этот способ коммуникации, и общения с коллегами в России. Отлично! Спасибо вам большое, Игорь! Сегодня в реальных коммуникациях был Игорь Трофимов, и я, Анна Несмеева. Спасибо! Спасибо, Анна! До свидания, не болейте, и пусть скорее все, все сложности закончатся. Держите нос по ветру, хвост пистолетом и руку на пульсе. Все будет хорошо. А мы с вами услышимся завтра. До встречи! Реал Коммуникейшн. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.